Стоп ковид, будь привит! Чётко и по делу, лучше и не скажешь. Студенты-волонтёры умеют скомпоновать речёвку так, чтобы всё и всем было понятно. Только прививка может помочь человеку перенести ковид в лёгкой форме, а другим подарит возможность не заболеть. В этом и есть суть акции, которая прошла в Университете Пушкина. Сегодня активисты студенческого совета, а также волонтёры отряда «Бумеранг Добра» совместно проводят акцию «Стоп ковид, будь привит!» чтобы поддержать студентов в такой непростой период, рассказать им о том, как важно соблюдать все методы и все меры предосторожности, чтобы защитить себя от ковида, а также рассказывать им о важности вакцинации в данный период времени. Слово «ковид» прочное и, вероятнее всего, навсегда вошло в наш обиход. Он есть, он здесь. И только вакцинация, по мнению врачей, может спасти человечество. А поскольку студенчество – это большой пласт общества, именно они, молодые, продвинутые и креативные, могут и должны быть впереди планеты всей, то есть вакцинироваться сами и объяснять это другим. Задача о том, чтобы, наверное, вести более яркую разъяснительную кампанию, говорить о том, что данная проблема не ушла вообще, а она ещё существует в нашем обществе. И поэтому мы привлекаем различные структуры, такой, как сегодня – это волонтёры, студенты, которые учатся в университете нашем уважаемом имени Пушкино педагогическом. Поэтому мы в рамках данного университета, вот как студент студенту, как волонтёры Красного Креста, будут говорить о вопросах вакцинации. От призывов к их практическому применению. Очень ответственно к здоровью пациентов относятся в городской поликлинике номер 5, где также, как и во всех медицинских учреждениях, проходит вакцинация от гриппа и ковида. Дмитрий Кадушкевич ревакцинировался уже третий раз, о чём ни грамма не жалеет – переболел, но в очень лёгкой форме. В этот раз пришёл на прививку против гриппа. Эта прививка у меня уже не первая. Решился на неё, потому что переболел. Это довольно-таки в тяжёлой форме. И после этого решился привиться. И поэтому это у меня уже получается по счёту. Вот третий, наверное, прививка получается. И лучше прививаться, так как повторно, когда после прививки ещё раз заболел омикронным, в лёгкой форме перенёс эту корону. Решение сделать прививку очень ответственное. И поэтому перед тем, как посетить процедурный кабинет, каждый пациент должен зайти в доврачебный кабинет для того, чтобы пройти обязательный медицинский осмотр. Кроме этого, учитывается и не менее важный фактор – наличие или отсутствие различных медицинских противопоказаний для проведения процедуры, среди которых индивидуальная непереносимость каких-либо компонентов препарата, различные аллергические реакции и другое. И только после проведения осмотра принимают решение о том, можно ли делать вакцинацию. Данный алгоритм действий проходит те, кто решается сделать прививки и от ковида, и от гриппа. Вакцинация против коронавирусной инфекции и против гриппа проходит в соответствии с национальным календарём профилактических прививок. В настоящий момент у нас вакцинируются пациенты против гриппа, вакцины «Гриппой плюс» и «Россия» и платная вакцина «Ваксигрипп Тетра» в Франции. От коронавирусной инфекции у нас в данный момент находятся гам-ковид-вак и спутник. Если была выполнена прививка против коронавирусной инфекции, минимальный интервал после прививки коронавирусной инфекции 2 недели составляет. Поэтому пациент после против гриппа может привиться через 2 недели после коронавирусной инфекции. В поликлинике вакцинирована первичная вакцинация 70% населения. В пустынной вакцинации у нас на данный момент ревакцинировано 75% населения. Несмотря на то, что каждый из нас старается ответственно относиться к своему здоровью, мнение людей насчет того, стоит ли делать прививку, совершенно разное. Кто-то считает, что прививки – это необходимость, кто-то не согласен с этим мнением, другие еще не определились. Замечательно отношусь. От коронавируса уже сделала и гриппа сегодня сделала. Ну, надеюсь, что будет меня спасать и сохранять от этой инфекции. Я связана была тоже с прививками. Ну, если массово, если это 74% или 80% привитых, это дает эффект. А если 30%, то никакого эффекта, я думаю. Я не знаю, без понятия, надо их делать, не надо их делать. Ну, наверное, надо, чтобы не болеть. Наталья Хомич, Андрей Щерба, Александр Воронин, Юрий Льмонтович. Новости БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова